Ни хао! Не удивляйтесь, ребята, я с вами поздоровалась на китайском языке. Ведь сегодня мы отправляемся в Китай, страну удивительных изобретений, с которыми мы все прекрасно знакомы. Вот одно из них – это бумага. Когда-то только в Китае знали, как делать бумагу, но секреты ее изготовления китайцы долго-долго держали в тайне. Другим большим китайским секретом было изготовление фарфора. Рецепт производства фарфора тоже был тайным, за разглашение которой полагалось самое суровое наказание. Только в Китае знали, как делать шелковую ткань. Все дело вот в этой бабочке. Она называется тутовый шелкопряд. Как же бабочка делает шелк? Бабочка шелк не делает. Она может только откладывать яйца, из которых потом выходят гусеницы. Вот они-то и производят очень тоненькую шелковую ниточку. У гусеницы шелкопряда под нижней губой есть бугорок, из которого выделяется клейкое вещество. На воздухе вещество засыхает и превращается в шелковую нить. Китайские шелковые ткани в других странах ценились на вес золота. Поэтому секрет изготовления шелка тоже нельзя было никому разглашать. А вот в этих палочках нет никакого секрета. С давних времен китайцы их используют как столовые приборы. С их помощью они едят рыбу, мясо и даже рис. Китайская кухня очень разнообразна. А еще в Китае изобрели порох и фейерверки. Все эти изобретения до сих пор успешно служат всему человечеству. Пора отправляться в Китай. Только где же он находится? Китай находится на востоке Азии. Китай огромная страна. Он так велик, что на его территории есть и горы, и знойные пустыни, и реки. Китай наш сосед. Между Россией и Китаем проложена Транссибирская магистраль, которая позволяет путешественникам на поезде добраться из Москвы в столицу Китая – Пекин. Но на такую поездку готов отважиться не каждый путешественник. Ведь дорога занимает 6 дней. Поэтому многие выбирают самолеты. Время в пути 7 часов 30 минут. Конечно же, мы выбираем самый быстрый транспорт и отправляемся в Китай. Кстати, вам, как путешественникам, полезно будет узнать, что компас тоже изобрели в Китае. Мы в Пекине, столице Китая. Пекин – это большой современный город. В нем много красивых старинных домов и небоскребов. Перед нами главная достопримечательность Пекина – запретный город. В далекие времена вход туда был запрещен. А сейчас на его территории расположен музей. И сюда ежедневно приходят сотни туристов. Раньше в запретном городе жили китайские императоры со своими семьями. Запретный город – самый большой в мире дворцовый комплекс. В нем несколько тысяч комнат. Китайцы очень боялись, что враги могут напасть на императора и дворец. Поэтому обнесли его стеной и выкопали вокруг дворца ров с водой. Но этой стеной они защитили только императора. А всю страну нет. И тогда было решено по границам страны построить великую китайскую стену, чтобы защищаться от врагов. Стену строили несколько сотен лет. В ее строительстве принимало участие множество людей, которые складывали ее из каменных блоков. А блоки между собой склеивали рисовой кашей. С тех пор прошло много лет. Границы давно изменились. И стена оказалась внутри страны. Теперь Великая Китайская Стена – это памятник мировой архитектуры. Это самое длинное сооружение на Земле. Его видно даже из космоса. Китайцы говорят, не побывал на Великой Китайской Стене, не увидел Китая. Ребята, мы продолжаем путешествие по Китаю. И сейчас мы на рисовой плантации. Рис для китайца – это как для русского человека хлеб, так же важен и незаменим. Выращивают рис в Китае на специальных полях, которые заранее заливают водой. Из риса готовят рисовую муку, из которой в дальнейшем выпекают множество разных изделий, включая рисовые лепешки и рисовую лапшу. Рис также используют для изготовления сладостей. А рисовые соломы кроют крыши. Рис – главное богатство Китая. В Китае есть еще одно богатство – это чай. Существуют красивые легенды о том, как люди открыли чай. Однажды, очень давно, много веков назад, уставший после сражения китайский император отдыхал под тенистым деревом и ждал, когда закипит вода в котелке над костром. Подувший ветер занес в котел несколько листьев с растения, которое оказалось чайным кустом. Эти листья придали воде необычно приятный вкус. Выпив ее, император почувствовал прилив сил. Так люди открыли свойства чая. Чай в Китае ценился очень дорого. А мы с вами на чайной плантации. Чайная плантация выглядит, как зеленые волны. Такое впечатление создается потому, что кусты высажены очень близко друг к другу и специально подстрижены по бокам, чтобы сборщики могли собирать листья сверху, как со стола. Сбором чайных листьев занимаются в основном женщины, потому что у них ловкие и нежные пальцы. Ребята, а мы с вами в Пекинском зоопарке. Он был открыт очень давно, более тысячи лет назад. За время своего существования здесь смогли собрать огромное количество животных и птиц. Посмотрите на этого симпатичного медвежонка. Вы узнали, кто это? Это панда. Панда – одно из редких, удивительных и дружелюбных животных на планете. Животное обитает только на территории Китая и занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Признано самым милым представителем дикой природы. Ученые долго спорили, медведь это или енот. И решили, что все-таки медведь. Его еще часто называют бамбуковым мишкой, потому что питается в основном бамбуком. В Китае панда является одним из национальных символов и всеобщим любимцем. Большая панда стала символом Всемирного фонда охраны дикой природы. Ребята, мы на празднование Китайского Нового Года. Это самый любимый и важный праздник для жителей Китая. Оказывается, Новый Год в Китае отмечают дважды. 1 января, как и в большинстве стран мира, но празднуют его наши соседи очень скромно. Второй, так называемый Китайский Новый Год или праздник весны, отмечается по-умному кармандарю. И этот праздник отмечают с размахом. Накануне Нового Года все улицы Китая становятся нарядными и яркими. Повсюду зажигаются тысячи красных китайских фонариков. Считают, что их свет осветит счастливую дорогу в Новый Год. Новогоднюю ночь устраивают фейерверки и взрывают китайцы. Считается, что все злое испугается этих веселых взрывов и убежит. На Новый Год обязательно устраивают уличные шествия. И непременным участником таких шествий становится дракон. Конечно, не настоящий, а огромная кукла, которой управляют люди. Дракон в Китае – символ добра, мира и удачи. Китайцы его очень уважают и немного побаиваются. Ребята, наше путешествие по Китаю подошло к концу. Зайцзянь! Так китайцы прощаются друг с другом. И я прощаюсь с вами. До свидания! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!